Привет, друзья! Канал Реализация Закона Управа. Как взимаются алименты с работников во время войны? Друзья, алименты взимаются принудительно на основании решения суда и исполнительного письма, отправленного работодателю или предоставленного ему заинтересованной стороной, то есть получателем алиментов, или работник сам просит отчистить алименты в определенном им самостоятельном размере в пользу определенного лица. При взыскании алиментов на несовершеннолетних детей размер отчислений и заработной оплаты не может превышать 70%. Если работник подал заявление с просьбой отчислять из его зарплаты после налоговложения и отчислений по исполнительным листам и другим обязательным выплатам определенную сумму средств, в частности на уплату алиментов, он сам распоряжается своими деньгами и сам вправе определять размер таких алиментов. В пределах причитающихся ему к выплате суммы. В настоящее время доступ к АСВП предоставлен только в режиме пересмотра сведений об исполнительных производствах без возможности совершения исполнительных действий, таких как, например, проверка имущества на состояние должника, получение информации о счетах должника в банках, наложения либо снятия исполнителям ареста на из имущества и средств путем вынесения соответствующих постановлений и т.п. Также обращаю ваше внимание временно на период до прекращения или отмены военного положения на всей территории Украины. Итак, физические лица могут осуществлять расходные операции со счетов на средства, которых наложен арест органами государственной исполнительной службы либо частными исполнителями без учета такого ареста, при условии, что сумма взысканий по исполнительному документу не превышает 100 000 гривен. Дальше. Прекращается обращение, взыскание на заработную плату, пенсию, степендию и другой доход должника, кроме решений об удержании алиментов и решений должниками, по которыми являются граждане Российской Федерации. Следующее. Определенные законы, сроки пребывания и устанавливаются со дня прекращения или отмены военного положения, вынесения исполнительными постановлений о прекращении отчисления не предусмотрено. То есть работодателям не нужно ждать нового исполнительного листа или другого документа от исполнителя о том, что во время войны взимать алименты по ранее признанным письмам не нужно. Временное прекращение взыскания происходит автоматически. Но если алименты отчислялись по самостоятельному решению работника, то их придется отсчитывать и во время войны. Друзья, мы сейчас с вами живем в условиях военного времени, но при этом важно понимать и знать свои права. Также рекомендую фиксировать военные преступления Российской Федерации. Военные преступления – это действия, связанные с причинением смерти или ранения гражданского населения, также уничтожением или незаконным захватом гражданского имущества, а также нарушением прав военнопленных. Военные преступления не имеют срока давности. На международном уровне они принадлежат к юрисдикции Международного уголовного суда. Преступники должны ответить за свои деяния. Также, уважаемые соотечественники из Украины, если у вас есть вопросы относительно временной защиты в 150 странах мира из-за военной агрессии РФ против Украины, можете обратиться за разъяснениями по правовым аспектам или подписывайтесь на канал. И увидимся с вами, друзья, в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok